Царица полей, культура, конечно, капризная, но ставку на нее делают все больше аграриев. В этом году кукуруза поспевает лучше, отмечает глава региона. В сельхозкооперативе «Атлашевские» початки начнут убирать в ближайшие дни. Сельхозтоваропроизводители по своей инициативе, кто занимается животноводством, выращивает, убирает на силос, на зерно, для того, чтобы этим энергетическим кормом кормить животных. Потому что продуктивные, качественные показатели намного лучше получаются. Вот это самый главный подход у земледельца, сельхозтоваропроизводителя. Красота же! Корма высокого качества необходимы быкам-гирифордам. Эту породу разводят для того, чтобы получить мраморное мясо. У агрофирмы далеко идущие планы. За последние полгода здесь увеличилось поголовье коров. Чтобы развивать молочное дело, возводят новую ферму. Инвестиционный проект поддержали в Минсельхозе региона. На сегодняшний день в Чуварской республике реализуются 75 проектов. 42 проекта из них этого животноводства. 22 проекта крестьянско-фермерскими хозяйствами в том числе. И 20 проектов крупными сельхозорганизациями, как, например, Атлашевский. Построить одно скотоместо стоит примерно 104 тысячи рублей. Из них 67 тысяч рублей, в сравнении вот видно, да, это господдержка. Правда, этой господдержкой надо уметь правильно пользоваться. Для этого надо участвовать во всех программах. Общий объем господдержки составляет чуть больше 2 миллиардов 700 миллионов рублей. На сегодняшний день все формы поддержки работают, задолженности по ним нет. Реализовать этот проект намерены до конца года. В новой ферме применят передовые технологии энергоэффективности. А для обогрева комплекса здесь намерены использовать и энергию молока благодаря специальным теплообменникам. Это мы берем воду архизианскую, температурой 8 градусов. Прогоняем через теплообменник. 10 градусов мы уже просто водой сбиваем. Значит, эту воду собираем в емкости, и потом она будет использоваться, эта вода, ну, тоже для использования технических целей. Пока, вот, так сказать, молоко от коровы по трубопроводу проходит, проходит через теплообменник, оно уже падает в танко-холодитель с температурой 4 градуса. Все. Это во всех отношениях умная ферма. Большинство процессов автоматизированы. Оборудование для комплекса производят специалисты хозяйства. Сами мы изготавливаем шторы, которые будут занавешиваться коровники. Сами мы здесь изготавливаем стойло места, в которых будут стоять коровы. Сами мы изготавливаем щетки-чесалки, которые коровы будут пользоваться для того, чтобы им, значит, жило здесь, комфортно. Продумана до мелочей методика утилизации отходов. Навоз будут разделять на фракции, а затем отстаивать в специальной лагуне. Такая технология защитит экологию от испарения азота, неприятного запаха и инфекций. Здесь проблем по вопросам экологии и соблюдения природохода законодательства не будет. Почему? Потому что в год один раз или два раза только они с этой лагуны будут вывозить. Все остальные вопросы, они практически на уровне проектного решения разрешены. 20-30 лет назад, летний период времени, во время жары, вонь от навоза, если стояла, так скажем, да, простым языком, и скажем прямо. Люди не возмущались. Сегодня требования людей другие, запросы людей другие. Качество жизни меняется, и мы должны соответствовать этим требованиям. Благодаря поддержке правительства в муниципалитете развивается и бизнес. На этом заводе по выпуску перчаток годовой оборот превышает 150 миллионов рублей. География поставок увеличивается. Нравятся наши продукции и стараются работать. Руки набили вам, женщины? Да, они у нас молодцы. Они большие и молодцы. 90% сотрудников со дня свеки работают вместе с нами. Благодаря им мы и двигаемся вперед. В районе ожидают притока инвестиций и разрабатывают проект муниципального технопарка. Перспективы обсудили на рабочей встрече. Учитывая наше расположение, очень хорошее здесь трасса М7, логистическое. Сегодня в этом проекте, который презентация пройдет, у нас уже 4 контрагента, которые готовы сегодня инвестировать. Одна компания, это, вот я когда начал реализовывать там свою производственную базу, потихонечку по кускам, зашли мебельщики, это компания «Неев Кухни». Они сегодня уже производят продукцию больше, чем на 150 миллионов. Мы вас попросим для перевода наличия средств на реализацию данного проекта, чтобы мы понимали, что финансовые средства на реализацию данного проекта у вас имеются. На контроле у главы региона и подготовка к отопительному сезону. В одном из крупных населенных пунктов муниципалитета Отлашево недавно была возведена новая котельная, что решило проблему с подачей горячей воды. Но чтобы поселок стал более комфортным, необходимо избавиться от вот таких вывесок. Облик улиц это не украшает, отметил Михаил Игнатьев. Дмитрий Ковалев и Бактьяр Велиев. Республика.